Всем доброе утро, меня зовут Макс. Сегодня рассмотрим систему смены дня и ночи. И сразу давайте приступим, не будем тянуть, мы создаем триггер-зону, которая охватывает всю нашу территорию игры, и вешаем наш скрипт на нее. И теперь давайте сразу приступим к демонстрации, а после чего будем рассматривать скрипты. В верхнем левом углу у нас показывается текущее состояние, день, это ночь, или ночь, переходящая в день, и как видите, уже начинается потемнение. Здесь, конечно же, установлен какой-то минимальный порог, который я вам сейчас расскажу о нем. Так что на эту тему не переживайте, все в принципе подобрано. У меня меняется каждую секунду время, поэтому вы также можете ее модернизировать для себя как-то, как вам было бы удобно. Вот, смотрите, сейчас начинается полная ночь. Вот, слева написано полная ночь. И в момент этой ночи у нас есть определенная задержка, в моем случае это 5 секунд, когда просто полнейшая темнота, и время не меняется обратно на свет. Вот сейчас у нас переход из ночи в день, и вот видите, уже намного светлее. Поэтому я предлагаю переступить к рассмотру скриптов. Итак, переменных у нас достаточно много, поскольку и скрипт достаточно сложный, хотя получился достаточно короткий. Итак, первая переменная delay отвечает за посекундную смену времени. То есть вы можете установить любое здесь значение, и вот спустя вот такой промежуток времени будет изменяться день. Можно поставить даже 100 миллисекунд. Night delay – это ожидание ночи, то есть какой период времени длится ночь. Здесь у нас максимальная и минимальная граница освещенности, то есть света солнца, и, соответственно, сама изменяемая переменная, которая варьируется от 0 до 34 освещенности. То есть с этой переменной мы работаем, и эти у нас постоянные константы. Аналогично и здесь для цвета, то есть у нас цвет изменяется от 0 до 255 по системе RGB, и surface min – это как бы степень освещенности, то есть это ее как бы яркость. И поэтому минимальную яркость я поставил 80, чтобы не было совсем все темно. И также рабочие переменные по назначению цвета. Переменная amp-step отвечает за шаг изменяемости цвета. Она нужна только для цвета от 0 до 255 за вот такое вот количество секунд. State нужен для изменения положения, то есть это день, ночь или другие какие-то положения. Первоначально state стоит как день. Здесь мы все переменные ставим максимального значения, поскольку мы идем от дня к ночи, поэтому максимальные. Аналогично можно и поставить минимальные, если вам сначала нужна ночь. А вот таким вот образом высчитывается шаг. А мы подключаем библиотеку о математических функциях и берем функцию sale, которая автоматически завышает переменную. То есть если у вас значение, например, 1301 или 1301 или 1, то он сразу будет их ставить 14. То есть он до целочисленного максимального значения. Каким же образом она высчитывается? Мы берем максимальное значение цвета, в 255 в данном случае, и делим на 34, то есть на Ambiance Identity Max. Здесь у нас набор функций, которые устанавливают яркость, цвета и освещенность. И все. В принципе это будет варьироваться во всех частях цвета. Дальше основная функция, в которой первые условия мы проверяем, находится ли плеер, то есть наш игрок в зоне или не находится в ней. Достаточно глупо условие, но тем не менее для перестраховки пойдет. Здесь мы выдвигаем, выносим текст в левую верхнюю окно, то есть в левую верхнюю часть, с наименованием текущего положения, чтобы можно было отследить, что же сейчас за время. Далее идут как раз основные условия, если таймер, который был запущен при старте, больше, чем время ожидания, тогда мы еще должны же проверить здесь, если же текущее положение не является ночью, потому что ночью у нас просто 5 секунд, ничего не происходит, то тогда мы должны как раз проверить два всего условия. Если день и если ночь переходящая в день. Если день, тогда мы проверяем, что если текущая освещенность больше, чем минимальное ее значение, тогда мы отнимаем по единице. Если же а и, соответственно автоматически устанавливаем эту освещенность, чтобы она менялась. Если цвет больше, чем минимальный, то есть больше, чем ноль, то отнимаем по такому принципу текущее значение цвета минус шаг, который мы считали на 24 строчке. И устанавливаем эти все значения. Но для серфейки, для освещенки, у нас используют чуть другое условие, мы делаем проверку внутри этого цвета. Если текущий цвет больше, чем минимальное значение освещенности, вот в 80, тогда и только тогда мы устанавливаем значение цвета для яркости. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы совсем не затемнять локацию. В остальных же случаях, вот остальные случаи, это когда яркость, то есть освещенность меньше, чем минимальная, то есть меньше нуля, тогда мы говорим, что ночь. Если у нас положение ночь, переходящее в день, то мы делаем все аналогичным образом, только в обратную сторону. Я думаю, объяснять это не надо. В остальных же случаях, когда уже мы превысили максимальный барьер, тогда ставим день. И запускаем таймер. Таймер, соответственно, вот смотрите, по условиям запускается в конце вот этого условия. То есть мы обнуляем текущий таймер, ставим его в нулю, и чтобы он каждый раз циркулировал. Обнуление это очень важно, иначе работа не будет. За пределами условия вот этого таймера, то есть условий, находящихся в зоне, мы проверяем, есть и текущее положение ночь. Тогда мы проверяем таймер, который вот здесь, по сути дела, уже обнулился. И срабатывает вот это условие. Если ночь, соответственно, тогда срабатывает. Если таймер больше, чем ожидание ночи, то есть в 5 секунд в данном случае. Если больше, то есть 5 секунд прошло, тогда мы устанавливаем положение ночь, переходящая в день, и запускаем опять таймер, то есть обнуляем его. Все достаточно просто. Смотрите, как все получается, что у нас есть таймер, который работает ежесекундно в данном случае, при данных значениях переменных. И только тогда, когда наступила ночь, этот таймер, который работал ежесекундно, не работает. Работает другой таймер, который работает каждые 5 секунд. При положении ночь. Если 5 секунд закончились, то наступает другое положение, и включается первый таймер. Но, в принципе, все достаточно просто. Ну, я думаю, на этом все. Всем спасибо за внимание. С вами был Макс. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу, и выкладывайте свои скриншоты, свои видео. Буду рад прокомментировать их, и надвинуть вас на путь истине. Всем пока.